Всем привет, друзья! Это новая влагина и как думаете, для чего мне скотч? Сегодня мы будем вытворять какую-то дичь вообще. Проведем эксперимент, можно ли сделать выход силой, когда у тебя завязаны руки. Можно ли как-то качаться, когда у тебя завязаны руки. Например, тебя похитили, ты такой побежал на турнички, ты не можешь без турничков. Тебе нужно качаться, тебя похитили, а у тебя руки завязаны. И ты такой, хе-хе, какие упражнения делать? Сегодня мы это все посмотрим. Но перед этим нужно покушать пельмешек. Что-то мало оказалось. Но ничего, у меня тут еще запасы есть. Из чего сделаны пельмени, если они магазинные? Да из дерьмища какого-то. Второй вопрос, почему я их ем? А в них много калорий, много белка, углеводов, и они хорошо набирают массу. Я вот вам хочу один совет дать по секретику. Если у вас масса не растет, либо наоборот, если вы не можете похудеть, то на сайте archomorris.com есть программа тренировок, которые вам 100% помогут. За 2-3 месяца вы будете в отличной форме. Ссылочка в описании. Ребят, короче, пришли мы на турничок. Прикол в том будет, что руки должны будут связаны быть вот так. Скотчем они связываются вот здесь, в запястьях. И только вот свободных крабик такой будет. И сейчас посмотрим, сможем ли мы сделать вот таким образом как-то выход силой. То есть нужно сделать сначала флажок, а как в него войти, это очень сложно, потому что руки как бы не вот так, а вот так будут. Короче, сейчас проверим. Мы так подумали, что единственный вариант, это как-то раздраконить вот скотч. И тогда можно сделать, потому что вот так это нереально, мне кажется. Я даже... Не представляю. Не, можно, конечно, немножечко вот так поделать. Типа, знаете, как, когда высвобождаются вот из этих... Из оков такие... У них... Что ты играешь на мараган? Не-не, у них руки за спиной обычно, они такие... Нереально. Это шлепку надо. Тупо нету, короче, размаха вот для того, чтобы руки согнуть. У тебя получается, ты висишь, и у тебя руки прямые, и тебе никак их вот не выгнуть. Вот заключенный заматывает другого заключенного. А, слушай, а вот так? Вот так никак не зайти? Ну, вообще можно, но типа... Я видел, как кто-то вот так заходил в выход. Назад, можно. Ну типа тут руки более-менее гнутся. Ой, почти, слушай, получается. Давай, давай! Раскачку помоешь. Давай, 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 давай. Капельку. Оп, давай, давай! Давай, я тебе помогу. Давай! Ой, это очень больно. Давай! Давай! Подожди. Давай! Давай еще! Да, все. Это был, ребята, единственный вариант, как это можно сделать. Других вариантов нет. Короче, если вы заложник, то можно делать отжимания. Конечно, не особо удобно. Кстати, это очень сложно, капец. Тут больше давления идет вот сюда куда-то. Вот в эти места. Еще можно... Блин. Не знаю, что здесь усложнить. Не сложно? Еще можно... Блин. Так нельзя. Если вы заложник, то у вас очень мало шансов накачаться. Если вы заложник, то вы можете подтягиваться. Хотя не особо удобно. Мне даже не взяться. Это все очень больно, короче. Это так отдает вот сюда. Пережимает, капец как. Кровь пошла? Нифига сё, Андрюхи. Реальный заложник, короче. Если вы заложник, вы можете разбирать штангу. Единственная работа для заложника. Черт, мне не поднять. Ты попробуй подними. Это так сложно, капец. Как будто она весит килограмм 300, я тебе отвечаю. Короче, давай, кто сорвет ее, тот красавчик. Блин. Как так? Артур, видимо, ты греч. Да что, ты песец какой-то. Сделай вот так. А, ну у него, видишь, они раскрываются больше, а у меня вот так боков. Поэтому. То есть... Но это больно. Ай-яй-яй, я уже отсюда вылезти хочу. Во-первых, у вас руки просто не разъединяются. Во-вторых, очень сильно давят. Ну, больно очень. Из-за этого невыносимость сделать выход. Эксперимент показал, что выход силы невозможно сделать. Ни на одну, ни на две руки. И вообще никак вы не сможете залететь, если только вы солнышко умеете делать. И, типа, сможете вот так раскрутиться и встать вверху. Тогда возможно. А так нет. Че? Такое говно я еще не развелся. Как так? Чуданек пришел и говорит, на изи делает. Вот с завязанными руками. Мы ему дали браслеты. Но они резиновые, они гнутся. А вот сейчас скотч надел. Сейчас посмотрим, как он сделает. Устал уже от одного, да, выхода? Блин, я впервые буду сейчас пробовать вот так. Давай. Блин, нихрена он мощный, слушай. Я знаю. Жесть. Смотри, сейчас все сделаю. Давай. Офигеть. Давай, 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 давай. Как вам? Класс. Чешуеть можно. Ребят, сейчас будет вот полезный контент со скотчем. Это все был мусор, хлам и просто для развлечения. А сейчас будет полезный контент, как сделать из скотча лямки, из которых вы не будете вылетать, когда вот что-то делаете. Либо склепку, либо там солнышко, либо что-то. Сейчас покажем. Ну, смотрите, ребят, допустим, у вас есть какая-то штука определенная, которая показывает вам размер. И вам нужно теперь... А, надо вот таким вот образом наматываем. Держи, напряги прям руки. Наматываем. Вот таким вот образом скотч. Первая лямка готова. Снимай ее. Клейкой стороной мы вверх делаем. Потом, смотрите, вот тут мы перекидываем клейкой стороной уже вот сюда, чтобы у нас получилось не клейкая с двух сторон. Уф, не хватило. Ну, короче, если бы у нас хватило, то у нас бы получилось две лямки. Что мы эту наденем? Идеально. Все. И как, нормально держится? Да. Да? Попробуй склепку сделать. Ну, это что-то не склепка была. И держит хорошо? Так же, как... Ну, вот эта левая нет. Ну, левая, потому что мы ее не доделали. Левую мы не доделали. Там один всего лишь кружочек был. Короче, нужно где-то 3-4 вот этих кружочков скотчем. Вот так обделать. И тогда будет нормальная лямка. Это, ребят, одноразовые лямки. Если у вас нету, вот, например, лямок дома, да, вы берете с собой скотч и вот делаете вот такие на одну тренировочку. А потом выкидываете, потому что он тонкий станет, скотч. Коронуем мамикса. Мамикс коронован. Я король. Еще один лайфхак. Всех. Всех кого? Всех кого? Короче, ребят, мы передумали. Можно сделать выход на две. Вот. Данек доказал, короче. Но он у нас этот выходмен. Выходмен. Ну, на самом деле, такой себе. Я еще лучше сделал, если бы я размялся. Вот. Но все-таки скотч это старый. У нас скотча больше не осталось. Это старый. Если бы моему руки сильно завязали, как себе, я не знаю, сделал бы или нет. Но, по крайней мере, он крестовым вот этим хватом он сделал. Крестовым или как? Красавчик. Все, друзья, спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели этот трешовый ролик. Надеюсь, вам понравилось. Почему-то я, как ангел, сияю. Это все из-за солнца. День хороший. Банки большие. Пацаны там скачут что-то, как козлы какие-то горные. Вот. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok